Полезный город Но расшифровывается же оно как завод растительных масел Наверное, у вас есть другая продукция, видимо Как раз наоборот, завод полностью работает на рапсе То есть мы круглый год перерабатываем маслосемена рапса и производим рапсовое масло Название почему такое? Ну, были мысли раньше заниматься еще подсолнечником Но на данный момент у нас позиция только рапсовое масло Только холодный отжим, только полезный продукт Полезное питание – это, конечно, тренд Но рапсовое масло – продукт не совсем нам пока привычный Чем оно может быть интересным кировчанам, которые заботятся о том, что у них на столе? Что нам искать в магазинах? Мы выпустили на рынок кировский пока продукт рапсовое нерафинированное масло Унше, торговая марка Унше Вообще слово «унше» имеет старославянские корни Означает «лучше, полезнее» Выбрано специально, так как мы считаем, что наше масло лучше и полезнее По своим свойствам не уступает оливковому маслу В чем-то даже превосходит Это в первую очередь жирно-кислотный состав В рапсовом масле очень много ненасыщенных жирных кислот Идеальное соотношение омега-3 и омега-6 Тут еще нужно сказать о том, что рапс растет в нашей широте Здесь он выращивается, здесь его убирают Здесь же мы его перерабатываем У нас вот две симпатичные бутылочки сейчас стоят на столе Все правильно, как положено масло, стекло темное Обязательно темное стекло препятствует окислению масла Повышается срок годности и сохраняются полезные свойства дольше Вот наше масло мы производим только нерафинированное У нас только холодный отжим Прямой механический, без экстракции, без нагревания Полезные вещества, которые есть в семени Находятся в данной замечательной бутылочке В Кирове можно купить в торговых сетях вашу продукцию Давайте расскажем, куда приходить Можно приобрести на данный момент гипермаркет «Время простора» Сеть магазинов «Полезные продукты» Практически на заключительной стадии подписания договоров с остальными сетями, с местными Я думаю, что в течение двух недель уже можно будет найти наши массы на их полках Вообще не очень распространенный продукт Никогда в моем доме, в моем детстве ничего подобного не было У нас стали они в холодильнике, кстати, где хранится В холодильнике, да В холодном, в прохладном темном месте нужно хранить Вот, я хотела спросить, насколько легко вам вести переговоры с торговыми сетями О том, чтобы они взяли вашу продукцию Торговые сети, они следят за мировыми тенденциями А рапсовое масло во всем мире очень активно употребляется в пищу населением То есть это достаточно сильный европейский, американский тренд Во всем мире рапсовое масло присутствует и на полках, и в семье Для них это обыденный продукт уже Там культура сформирована порядка 20-30 лет назад В нашей стране пока такого нет Здесь несколько причин может быть Истины мы, конечно, никогда не узнаем У каждого своя Да, да, но несколько причин можно выделить Во-первых, это мифы о рапсовом масле, о его вредности Ну вот я, кстати, о их-то даже и не слышала раньше Да, ну вот более такое взрослое поколение Кто помнит о рапсовом масле что-то хотя бы Они помнят то, что оно плохое Его нельзя употреблять в пищу Потому что там вредная рукавая кислота присутствует Которая там всё разрушает На самом деле на данный момент это не так Примерно в 50-е, 60-е годы 20-го века Канадскими селекционерами были выведены сорта С отсутствием рукавой кислоты Ну там следы буквально её остаются Которые никак не воздействуют И на данный момент весь мир работает Именно на таких гибридах В том числе и российские производители Самого рапса, как сельхозкультуры Сейчас очень много споров и размышлений идёт По поводу того, что люди отказываются От каких-то масел, потому что на них нельзя жарить Из-за того, что там при высокой температуре Образуются не самые полезные вещества И остаётся совсем ничего Считанные виды масел, которые ещё пока что Не преданы анафеме антимасляной Что по поводу рапсового масла? Рапсовое масло довольно уникально в этом плане То есть это масло обладает Очень высокой температурой вспышки Даже не рафинированная Поэтому на нём допускается и жарить, и выпекать Но опять же хочу вернуться к тому Что мы производим масло холодного отжима И сохраняем в нём все полезные вещества, витамины При жарке и выпекании что-то потеряется, естественно То есть если вы хотите его использовать Как именно полезный продукт Здесь есть рекомендация всё-таки в сыром виде употреблять Это заправка салатов, приготовление соусов Сбрызгивание готовых блюд К слову про жарку Рапсовое масло Я думаю, что каждый взрослый житель страны Уже пробовал, не зная того Потому что оно входит в состав Смеси для фритюра В таких сетях, как Макдональдс, КФС Картошку фри Если ели когда-нибудь, то вы уже пробовали рапсовое масло Домохозяйки вообще Очень податливая ведь публика Женщины любят экспериментировать Менять баночки косметические Менять какие-то продукты в рационе и в холодильнике Наверняка перспективы есть Особенно если поговорить про стоимость Вот оливковое, которое все считают одним из полезных Полезней растительного, подсолнечного Ведь оно не сравнится с рапсом по цене Да, рапсовое масло ещё называют северным оливковым маслом По своим полезным свойствам рапсовое масло ничем не уступает оливкам А по некоторым показателям даже превосходит А по вкусовым? По вкусовым здесь отдельная история Рапсовое масло имеет такой травянисто-ореховый привкус Он очень интересный и необычный Вот как раз для тех, кто любит экспериментировать То есть можно даже не добавлять в салат горчицы, что-то там ещё Чтобы был интересный вкус, кроме пользы от жиров, от масла Да, здесь дело вкуса Тут что-то рекомендовать, наверное, не стоит Стоит только порекомендовать, обязательно попробовать По цене, как раз если сравнивать с оливковым маслом, это дешевле Сказывается как раз то, что мы производим всё здесь Мы выращиваем всё здесь Мы не тратим больших денег на транспортировку с югов, оливки и так далее Материалы местные, да, преимущественно? Да, стараемся брать сырьё у проверенных поставщиков С которыми работаем уже не первый год Они проверены как на сам пассивной материал, так и на ГМО Что сейчас вот очень следят за этим, особенно Росельхознадзоры Постоянно ездим проверять поля, проверять материал Подождите, поля проверяете? Да, поля проверяем, конечно А как к этому относятся хозяева полей? Это нормальная практика для сельхозпроизводителей Покупатель вправе осмотреть не только саму продукцию готовую Он вправе потребовать информацию, из какого гибрида была сделана выборка семенного материала То есть вы даже не за качество сырья, а за то, что было с ним до того, как оно стало сырьём отвечаете? Обязательно Проверяем и смотрим, какие удобрения используют Чем обрабатывают Чтобы всё было безвредно По-другому не знаю, как сделать качественный и полезный продукт Вы уже много лет на рынке В розницу в Кирове выходите только-только Всё остальное время преимущественно, как я понимаю, был экспорт Не кривя душой, можно сказать, что иностранные компании встают в очередь, чтобы приобрести данную продукцию Очень много её уходит в азиатские страны, в частности в Китай У них очень популярны смеси масел Кировское масло в Китае норма Больше китайцев употребили кировского масла, чем местные жители на данный момент Кроме Китая где ещё? Страны Европы, да, кроме пищи, используют рапсовое масло в различных целях В косметической промышленности, так как богата витамином Е, фитостеролами для кожи, для волос, для глаз Это всё, в принципе, можно более подробно ознакомиться с этим на нашем сайте lpvo.ru, либо конкретно по рознице uncha.rf Я сейчас зашла на один из популярных маркетплейсов Набрала Uncha, думаю, ну мало ли Нет кировчанки и кировчане Uncha пока только в Кирове можно приобрести У нас пока небольшое преимущество, но я думаю, вы ваши шаги уже в сторону маркетплейсов тоже продумываете? Да, конечно, сейчас юристы работают Я думаю, что в течение месяца мы появимся на маркетплейсах Про дегустации планируется ли что-то, потому что там для тех, кому нужен пробный шаг, да, для того, чтобы привычку свою поменять Безусловно, да, это необходимо, тем более, что продукт на нашем рынке пока достаточно неизвестен Но в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией сейчас у нас мы пока избегаем подобных акций Как только будут сняты ограничительные меры, либо как только ситуация наладится, обязательно проведем Это будут разного формата акции, нас будет видно, мы об этом обязательно объявим Спасибо, у нас был в гостях коммерческий директор Лебяжского завода растительных масел Виталий Риттер Спасибо вам